С приходом регионального оператора Хакасию разделили на пять технологических зон. Для каждой изначально установили свою ежемесячную плату. Разброс от 55 рублей с человека в Абакане до 138 жителей Оширинского и Орджинкидзевского районов. Населению этих территорий завидовать не приходится. Причина – отдаленность полигона. Мы посчитали, у нас 39 рублей с человека получается, да, и сумма так угла выливается, значит, 1668 рублей в год. И люди же задавали вопросы конкретно, а откуда и что такое вообще. Для Хакасии вопрос с полигонами непростой. Понимая это, депутаты Верховного Совета поддержали отзыв на проект федерального закона об отходах производства и потребления. Парламентарии считают, можно снизить тариф для таких отдаленных территорий с помощью соседних регионов. Субъекты вправе заключать договоры между собой. Мы все знаем, что от Копьевого Ужур намного ближе, чем Шира. И утилизировать, допустим, по соглашению с Красноярским краем, я думаю, намного дешевле будет жителям того же самого Орджинского района. Еще одна важная тема, которую подняли на президиуме – возможность избежать единого госэкзамена для возрастных абитуриентов. Это касается тех, кто окончил школу до 2009 года. Депутаты считают, что сейчас учеников готовят к поступлению в ВУЗ по новым правилам через ЕГЭ. А для выпускников прошлых лет сегодняшние требования не подходят. Законом, проектом закона федерального, который внесли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания, предлагается установить ВУЗом формы и те объемы вступительных экзаменов, методы, именно для этой категории граждан, которые сдавали выпускные экзамены в то время по обычной системе. Определились депутаты из даты отчета главы Хакасии о результатах деятельности правительства за прошлый год. Назначена она на 29 мая.